Здравствуйте! С новостями Азаттыка в пражской студии Лиза Кенинбаева. Четыре участника преступной банды и двое полицейских погибли в результате вооруженного инцидента, произошедшего в четверг в поселке Нардаран в пригороде Баку, говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджана. Задержано 14 человек. Как сообщалось ранее, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция провела в четверг операцию по задержанию теолога Тали Багирзаде. Между его сторонниками и полицией возникло противостояние. Операция была проведена во время дневного намаза в мечети, что вызвало резкое недовольство верующих. Тали Багирзаде – исламский теолог, в недавнем прошлом политзаключённый и лидер общественной организации «Мусульманское единство». В своих проповедях он критиковал азербайджанские власти. В Париже прошла церемония в память о жертвах терактов. В мероприятии принял участие президент Франции Франсуа Оланд, который утром прибыл к Дому инвалидов в центре Парижа под звуки Марсельезы. Церемония началась с минуты молчания и показа фотографий погибших в результате терактов, которые проецировались на большой экран. В своей речи президент пообещал уничтожить армию фанатиков, устроивших нападение в Париже. Ранее Оланд призвал всех французов принять участие в акции памяти, украсив свои дома в цвета национального флага. Расследование теракта, в ходе которых погибли 130 человек, продолжается. Несколько молодых людей сегодня ворвались в шиитскую мечеть имени Хоймени в городе Богра на северо-западе Бангладеш и открыли огонь по прихожанам, пишет местная газета «Дака Трибун». В мечети в тот момент находилось около 20 человек. Муэдзин, служитель при мечети, получил пулевое ранение в голову и скончался на месте. Три человека доставлены в больницу с пулевыми ранениями разной степени тяжести. Данный инцидент стал очередным в ряде нападений на иностранцев, светских деятелей и представителей шиитского меньшинства страны с преобладающим сунницким населением. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Суд в Турции арестовал главного редактора светской оппозиционной газеты «Джумхурьет» Джана Джундара и главу филиала редакции в Анкаре Эрдема Гюля по обвинениям в шпионаже и пособничестве терроризму. Им вменяется публикация в издании репортажей и видеороликов, из которых предположительно следует, что турецкая разведслужба поставляла оружие и боеприпасы исламистским группировкам в Сирии на грузовиках, которые задержала турецкая полиция. Власть утверждает, что машины перевозили гуманитарную помощь сирийским туркменам, этническим туркам, живущим в приграничных районах Сирии. Правозащитная организация «Репортеры без границ» назвала уголовное дело против турецких журналистов политическим преследованием и призвала снять с них все обвинения. В Таджикистане на заседании правительства под председательством главы государства Эмамали Рахмона обсуждались поправки в Семейный кодекс, касающийся обязательного медицинского тестирования будущих жен на ВИЧ. В случае их принятия парламента, медицинское обследование невест перед вступлением в брак станет обязательным. Власти заявляют, что такие меры необходимы для предотвращения распространения таких заболеваний, как СПИД. По официальным данным, на начало июля 2015 года в Таджикистане число выявленных ВИЧ-инфицированных составляет 7142 человека. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rus.zatik.kj. Я желаю вам всего хорошего. До свидания.